Доброе утро Ох, сразу же хочется поаплодировать Сергей, скажите, пожалуйста, вот проект «Голос» Это, ну, в общем, как такой телевизионный проект, все понятно Но все-таки интересно, это больше вокальный конкурс или это спортивные соревнования? Я имею в виду, есть ли место тактики, какой-то динамики, расчета своих сил? Ну, я думаю, конкурс это для всех Это, прежде, наверное, это проект для раскрытия себя, как артиста Я не вижу в этом конкурсе Были же и не вокальные ребята, но при этом они не менее так были яркие, заметные, чем я Вот, и я думаю, что это раскрытие себя в первую очередь, этот конкурс И он помог мне тоже быть услышанным Ну, Сергей, смотрите, вот получается, это такая точка, да, старт, раскрытие себя Но дальше начинается раскрутка И, в принципе, современная вот какая-то раскрутка, она предполагает участие в каких-то различных мега-акциях, да Шоу, там, прыжки в воду, не связанных даже с вокалом И так далее, и так далее Вот, мне кажется, это немного не ваш формат, ваша ниша Какая? Зритель ваш, кто? Моя ниша? Люди Люди, которые живут в великой стране Россия, Белоруссия Вот, это мои слушатели Я езжу по городам, пою И то, что вы говорите, прыжки с вышек Ну, да, может быть, это не мое Но при этом я всегда приглашен на большие концерты Санкт-Петербург для меня стал одним из самых любимых городов Потому что приглашают очень часто И на 9 мая у вас был хедлайнером Открывал концерты, закрывал на площади И это мне приятно, что после конкурса появилась эта востребованность Приглашают, 7 сентября буду у вас петь на открытии фонтанов А 6 сентября у нас здесь, в Москве, буду петь тоже на таком же празднике Так что есть масса, наверное, мест, где меня приглашают И это, конечно, ниша исполнения, в первую очередь, наверное, на русском языке И такое прославление, либо нашей русской культуры, которая мне очень нравится Сергей, вы сказали, что будет открытие фонтанов Вообще-то в Петербурге это закрытие фонтанов Но с вашим появлением они откроются Я в этом не сомневаюсь Я просто не в курсе, 7 сентября будет, где проходить, к сожалению, не знаю Ну там как пойдет, да Ну их на один день откроют и тут же закроют Сергей, конечно, нам интересно, как реагируют на ваши вокальные данные мужчины И как реагируют женщины Потому что в рубрике Детсовет у нас тема, как покорить женщину У каждого возраста есть свои требования Мне, например, достаточно всего лишь ласковых слов А взрослой женщине, наверное, нужны какие-нибудь дорогие подарки Надо ум иметь хороший, чтобы деньги зарабатывать Женщинам нравятся те мужчины, которые могут обеспечить семью Тот, кто хочет меня покорить, пусть сделает какой-то подвиг Чтобы покорить женщину, нужны долгие ухаживания Без этого не обойтись А, ну, спеть романтическую песню Подарить что-то очень-очень романтичное Или поцеловаться под рукой Чтобы покорить женщину, надо сделать ей предложение руки и сердца И она будет твоя Чтобы меня покорить, надо взять и поцеловать меня в щечки Если она красивая и ты красивая Вы можете сами друг другу понравиться Если она красивая и ты красивая Можете просто сами друг другу понравиться Скажите, Сергей, ну а как вы думаете, чем можно покорить женщину И с каким детским советом вы согласны, а с каким нет? А я со всеми детскими, наверное, советами согласен Вы собрали именно те факторы, которые нравятся женщине Я считаю, что женщины любят и, конечно же, ушами Но в первую очередь они, наверное, оценивают поступки мужчин И дети просто рассказали, какие поступки любят женщины Но я думаю, что они любят женщины, настоящие женщины Любят настоящие мужские поступки Вот это правильно Ну, между прочим, сейчас приходится женщинам чаще самим покорять мужчин Ну еще такое тоже можно, мы тоже любим Но женщины просто все бегут вне очереди куда-то Дайте возможность раскрыться мужчине Мужчине нужно брать все в свои руки и опережать события Сергей, вот вы сказали минуты 3-4 назад, что вы сейчас очень много гастролируете Выступаете на разных сценах Но вот вы в интервью говорите, что вы ни разу не выступали в ресторанах И вообще категорически против этой ресторанщины, если говорить вот это все Объединять это понять Я никогда не выступал, как вам сказать, как кабачный певец То есть я прихожу, ставлю ноты и 2 часа, 2,5 пою для публики, которая кушает Есть и такого рода деятельность, правильно? Но я никогда не выступал Но часто приглашают такого же рода, но какое-то мероприятие Например, юбилей И при этом, когда я исполняю, людям тяжело кушать Ну ясно Вот, Сереж, как раз вот вопрос с этим связан Сергей, вот меня услышите Смотрите, но ведь в ресторане можно наоборот отточить свое мастерство, да? А вы говорите, что это ресторанщина будет слышно Дело в том, что я оттачивал свое мастерство 4 года в колледже Римского-Корсакова и 5 лет в ГИТИСе Я вам скажу, что когда сидит педагог, когда сидят профессоры Такие, как, например, Дамария Ильинична-Синявская И там ты уже оттачиваешь наверняка Она тоже сидит въезд, наверное, да? Или она прекращает въезд? Нет, она сидит за столом, как профессор и слушает, насколько ты технически подкован Ну и как артист Вот, наверное, место, где я образовывался не в ресторанах, а именно в учреждениях, заведениях И потом меня стали приглашать на сценах А на сцене это самое главное, наверное, отрабатывание мастерства Но я вам еще скажу, чем опасны мне так, по-моему, как академическому певцу опасны рестораны Именно почему я не шел туда Во-первых, ты начинаешь подстраиваться Ты подстраиваешь свой звук Но слушатель же там сидит не профессиональный, а как обыватель слушает тебя И на этапе твоего развития лучше, наверное, чтобы тебя слушали профессионалы Вот, например, фраза «Век живи, век учись» это, наверное, для меня Потому что 22-го числа, 22-го августа я еду на мастер-классы в Италию Подтачивать, как бы говорят, правильно себя направлять перед гастролями Это необходимо для меня Вот, как вы говорите, где оттачивать мастерство? Оттачивать мастерство с педагогами нужно Сергей, ну вот смотрите, вы говорите профессиональный слушатель и непрофессиональный Ведь по большей части на ваши концерты приходят непрофессиональные слушатели То есть обычные обыватели, которые видели, как вы выиграли этот проект Правильно, но если ты будешь делать это профессионально То есть вы как бы их воспитываете на своих концертах? Ну, раньше вся музыка воспитывала людей наших Как профессионально исполняли Георг, Отц, Муслим, Магомайм Вся страна воспитывалась на их музыке, на их культуре исполнения Сергей, а скажите, пожалуйста, вот я смотрела все шоу «Голос», да И вот я обратила внимание, что не всегда люди, которые занимали первое место, да Вот они действительно становились самыми популярными То есть зачастую люди, которые заняли второе Ну, короче, ушли раньше с проекта Они в итоге, по факту, потом Ну, мы их видим чаще, они, скажем так, да Вульгарным языком более раскручиваются Вот как вы думаете, в чем тут дело? Я считаю, что действительно можно и на первом этапе уйти И быть востребованным Насколько ты после этого работаешь над собой И, например, в моем проекте Наргиз Закирова, Антон Беляев, Гела Гуралия Елена Максимова, Шарип Умханов Все двигаются в правильном направлении Они работают над собой В том числе и я, я не останавливаюсь Работаю над своей музыкой Вот мне пишут авторские произведения Вот, как я говорю Вот в Италию сейчас поеду Потом концерты будут сольные Все мы работаем Просто вопрос в том, что насколько ты Ну, востребованность и, наверное, популярность Это не только телевидение и радио, да? Насколько ты востребован по другим городам И по маленьким городам Ну, для меня так Я скажу, что проект Голос 2, он показал, что очень много ребят раскрылись и двигаются только вперед Что есть востребованность? Скажите, это частые приглашения или это все-таки возросший уровень гонорара? Нет, я считаю, что в гонорар это не имеет значения Наверное, востребованность это приглашение на мероприятие И востребованность это твои сольные концерты по городам Сереж, вы сейчас отправитесь с гастролями по городам России Люди будут приходить на ваши концерты Вот мне интересно, что вы любите получать в качестве подарка? Что вам должны подарить люди, чтобы вызвать у вас улыбку? Честно вам скажу, я понял ваш вопрос Я не избалован в подарках Для меня главное, для меня как для артиста это теплые аплодисменты Это в первую очередь А еще, наверное, если уже дарить То мне очень нравится, когда люди это делают своими руками Ага, сегодня вы просто займете сейчас полстраны рукоделием Пускай какая-то радиостанция сделает что-нибудь своими руками Поставит песню Сергей, смотрите, у нас утро Скажите, как начинается утро для вокалиста? У вас какая-то гимнастика, зарядка Или вы пьете желток, либо только белок? Я просыпаюсь, как все нормальные люди Как и вы, наверное, начинаете утро Это кофе, завтрак Ну и, конечно, я издаю пару звуков Понимание, насколько смыкаются связки Когда часто едешь гастролируешь, нагрузка на связки большая Вот я сегодня проснулся утром И понимаю, что Киргизия и погода немножко подпортилась на озере Иссык-Куль И я приболел Здоровья вам, Сергей! У нас полстраны просыпается и издает какие-то звуки Смыхаются и связки Смыхаются и смыхаются Сергей Болчков был у нас в гостях И весь победитель телепроекта «Голос» Сергей, желаем вам удачи Доброе утро! Ждем вас на закрытии фонтанов